Ой, вот смотрите, пожалуйста, вот так вот мы живем. Вот по этой стене течет вода, грибок, грибок обрабатывала медным купоросом, обрабатывала таблетки, перекиси покупала. Но комната закрыта. Комната закрыта, здесь жить невозможно. Брат инвалид детства первой группы, он задыхается, приходится лишний раз вот этот сольботамол покупать, он дышит от влага. Поэтому комната постоянно закрыта. По-нормальному жить нельзя. Вроде сначала потихонечку, 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 а потом еще сильнее, сильнее. А сейчас вообще ночь обвалилась вот эта стена. Первые мокрые пятна на стене спальни Татьяны Потапова обнаружила еще шесть лет назад. И вот уже года четыре длится ее переписка с управляющими компаниями и жилищными надзорными органами. За это время в доме номер шесть по улице Хальзунова сменилось несколько управдомов. Была, значит, новострой компания туда обращалась, была на Трощанцево. Вот там инженер был Максим. Вот. Тот вообще мне сказал, будешь жаловаться, вообще делать ничего не будем. На Советскую 4 ездила, в Роспотребнадзор ездила, подавала. И везде только одни отписки. В райисполком ходила, писала тоже. Пишут, что кровля нормальная, все соединено нормально, поэтому ничего. Вот один только акт. А пишут, что здесь приходят, все смотрят, никто не приходит, никто ничего не смотрит. Последний раз в жилищную инспекцию Волгограда Татьяна Потапова обращалась весной 2019 года, после затяжного дождя. В ответ получила письмо за подписью начальника инспекционного отдела Игоря Викторовича Гущина. Следующего содержания. Инспекционным отделом управления жилищной инспекцией Волгограда 11 апреля 2019 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица, осуществляющего управление МКД номер 6 по улице Хальзунова, общество с ограниченной ответственностью, управление жилищным фондом Краснооктябрьского района. В ходе проведения контроля надзорных мероприятий установлено, что техническое состояние кровельного покрытия в границах квартиры надлежащее, наличие повреждений не выявлено. Герметичность в местах споряжения кровли с оголовками дымоведканалов соблюдена. А когда осенью пошли дожди, я ему позвонила и говорю, приходите с зонтиком и стойте. Он бросил трубку, разговаривать не стал. С осени прошлого года обслуживанием 6-го дома по улице Хальзунова занимается новый управдом. По словам Татьяны Александровны, обращаясь с просьбой решить проблему с протечкой в квартире, никаких иллюзий не питала и была искренне удивлена приходу специалиста компании после первого же звонка. Приходила инженер, женщина, она посмотрела и сказала, что да, будем делать. И сказала, что вот сейчас, ну как погода нормализуется, будем смотреть, делать. Намерение решить проблему плачущей стены в квартире Татьяны Потаповой подтвердили и нам. Управляющая компания «Уютный дом» обследовала квартиру по адресу Хальзунова-Шиль. Обнаружена протечность по швам, скорее всего, потому что кровля все-таки находится в убежащем состоянии. И вот как только позволят погодные условия, мы будем выполнять работы по ремонту швов и, если при необходимости, то и кровлю. И еще последний вопрос. Вот Татьяне Александровне, да, проживающей в этой квартире, больше к вам не надо обращаться, писать какие-то заявки? Нет, не надо. Заявочка есть на контроле и в ближайшее время мы постараемся все устранить. После завершения работ Татьяна Потапова намерена наконец-то сделать ремонт. Правда, о косметическом теперь речь не идет. Ведь из-за бездействия прежних управляющих компаний формальных ответов чиновников, ее персональная стеноплача теперь требует капитальных вложений. Екатерина Алтухова, Ольга Терентьева, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». Корректор А.Кулакова